Начать все сначала, Орбан снова выступил с циничным заявлением о переговорах Украины и РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз отметился циничным заявлением и призвал к переговорам об окончании захватнической войны России против Украины, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого цитирует Магер Хирлап, «Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет тяжело жить полноценной жизнью, поэтому нужно говорить о мире. Если голос мира будет недостаточно сильным, в общественном сознании будет оставаться, что война является решением. Эту ситуацию можно разрешить только путем дипломатии и переговоров, и мы будем продолжать это делать», — сказал он. Орбан повторил свои позорные заявления о том, что Украина якобы давно потеряла свой суверенитет и то, что у наших военных якобы закончились силы для ведения войны, премьер Венгрии считает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Запад должен «локализовать войну», Ангела Меркель локализовала украинско-российский конфликт, в 2014 году, РЭД. «Это нужно было сделать сейчас. Это то, что мы представляли. Сейчас Запад этого не делает. Деньги присылает, оружие, воевать, конечно, украинцы в уют. Запад будет бороться до последнего украинского солдата», — добавил он. Орбан также отметил, что война оказывает влияние на мировую экономику. «Всю Европу отрезали от российского газа, и это распространяется, идет какая-то изоляция, гетаизация. Мы неправильно справились с этим явлением с первого момента. Вы должны вернуться в начало и начать все сначала, вы должны вернуться за стол переговоров», — заявил он. Скандальные заявления Орбана. Отметим, что премьер-министр Венгрии неоднократно выступал с циничными и позорными заявлениями по поводу войны России против Украины, которые вызвали возмущение как у Киева, так и среди стран-союзников. Например, в мае Орбан заявлял о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну, отговаривал ВСУ от контрнаступления. Венгерский политик также отмечал, что не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником, а Украина якобы не суверенное государство. Поскольку, не имеет собственного оружия и денег, к тому же, он выступает против плана Еврокомиссии предоставить Украине больше финансовой помощи. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.